Всем привет, дорогие друзья! С вами Татьяна Кузьмина и проект Фиберлик Реалити. Сегодня мы с вами будем говорить о том, почему у одного человека, когда он приходит сотрудничать с компанией Фиберлик, быстрый старт, у него все получается, и он уже с первых шагов начинает зарабатывать хорошие деньги, а иногда очень хорошие деньги от 100 тысяч рублей прямо вот буквально на второй-третий каталог, а у другого человека ничего не получается, он сталкивается с какими-то сложностями, трудностями, какие-то препятствия постоянные у него на пути, и он ничего не зарабатывает с первых шагов или зарабатывает прям совсем какие-то небольшие деньги, и у него дело дальше не двигается. В чем причина? Мы сейчас с вами проговорим. А также мы сегодня с вами будем говорить на тему видеомаркетинга. Я поделюсь с вами своей историей, как я пришла к этой теме, как я внедрила свою бизнес-деятельность, такой метод рекрутинга, который называется магнитный рекрутинг или развитие через личный бренд, но несколько с иным фокусом, точнее с иными фишечками, с более глубокими фишечками, нежели просто личный бренд. И я вам расскажу, как я начала развиваться через YouTube-канал, с чего всё началось, с какими сложностями, трудностями я столкнулась в своё время, и были ли они у меня, сколько их было, и как я их преодолевала. И мы с вами немножечко проговорим в этом видео про монетизацию YouTube-канала в современных условиях, потому что вы знаете, что сейчас монетизация видео в России не осуществляется YouTube. И многие ютюберы, кто развивал свои каналы, очень потеряли в доходах. Кто развивал каналы с точки зрения монетизации от YouTube, конечно же, они сейчас в очень неприятной ситуации оказались. Вот как можно эту ситуацию изменить, как зарабатывать на YouTube, как его монетизировать, мы также об этом с вами сегодня поговорим. Итак, поехали. Первое. Почему один человек зарабатывает прямо с первых шагов? А второй. Вот какие бы он движения и действия в бизнесе не совершал, у него всё с какими-то прокрутами, всё как-то не получается, и денег он не зарабатывает. Вы знаете, конечно, здесь много причин, но самая основная причина заключается в точке старта. Вот в какой точке старта находится человек, который стартовал в бизнесе с Феберлик? Ведь тогда, когда мы видим результат быстрый и сразу, надо понимать, что этот человек пришёл уже с определённым багажом знаний, с определённым багажом умений, с определённым багажом опыта в этот бизнес, что у него за плечами уже были команды, и он, вполне возможно, со своей командой и со своими лидерами пришёл в компанию Феберлик, и стартовал он уже не с абсолютного нуля, а именно вот с этим опытом и с этим багажом знаний. И, конечно же, этот старт будет быстрым. И вы знаете, у нас в компании даже есть специальная программа, она называется «Быстрый старт». Вот для таких быстро растущих лидеров, когда они меньше, чем за код, выходят на уровень директора и выше, до статуса элитный директор, и получают удвоенные бонусы, удвоенные премии за вот такой быстрый старт, за каждую ступеньку выше уровня директора. Это очень, конечно же, интересная тема, это очень круто. И компания действительно предоставляет классный вот такой инструмент, вот эту программу для быстрого старта и хорошего зарабатывания денег. И этот инструмент, он доступен абсолютно любому человеку, неважно, с каким багажом и уровнем он знаний, опыта и умений пришёл. Пожалуйста, даже если вы зелёный новичок, но если вы правильно берёте информацию от наставника, если вы активно в бизнесе и прямо на практике отрабатываете полностью, уходите с головой в этот бизнес, и тогда у вас тоже может быть быстрый старт. И вот как это реализовать, как сделать так, чтобы это получилось, мы также обучаем нашей команде. Так вот, у одного человека одна точка старта, а у другого человека, вот он совсем зелёный новичок. Он даже и о сути бизнеса ещё толком ничего не знает. У него может быть даже картинка в голове, что нужно бегать с каталогами, что нужно приставать к людям или нужно продавать штуками по каталогам. То есть у него такая неправильно размазанная картинка в голове. То есть ему сначала нужно изучить вот эти азы бизнеса. Ему нужно сначала и теоретические основы бизнеса изучить. Ему нужно сначала и определиться с методом рекрутинга, и научиться рекрутировать, приглашать людей, создавать команду, и работать с людьми в команде, и собеседование изначально проводить, и приглашать людей. В общем, всему этому ему нужно обучиться. Конечно же, ему сложнее. Но опять же, как же круто, что в нашей команде есть такие инструменты, которые позволяют развивать бизнес прямо с нуля. Потому что у нас есть и система обучения, и система сопровождения, и система дупликации. То есть все готовые инструменты есть, бери, изучай, применяй, активно действуй, и держи фокус на развитии бизнеса, и будет тебе результат. Но все, в общем-то, команды работают по-разному. Где-то люди действительно объединены в команду, где-то нет этих команд, просто все партнеры разрознены. Поэтому, если зеленый новичок в такой, ну, в кавычках команде, да, стартует, то есть нет, команда как таковой, есть наставник, и есть какие-то разрозненные консультанты в команде, и вот пришел такой зеленый новичок и хочет зарабатывать, ему порой даже и наставник не помогает. И мне много таких потеряшек, людей, которые хотят развиваться в бизнесе, но зарегистрированы к наставнику, которые ими не занимаются. Эти люди пишут мне в личку, а мы хотим к вам в команду. А как это можно сделать? Да никак, девочки мои дорогие. Потому что это будет перерегистрация. Перерегистрация в компании Фаберлик запрещены. И мы в нашей команде придерживаемся вот этого принципа, придерживаемся правил компании, и мы их не нарушаем. Поэтому, если хотите, ждите год с момента вашего последнего заказа, или полгода с момента регистрации, если не было одного заказа. Какой смысл, когда вы за этот год можете сами, развиваясь самостоятельно, вырасти, получая знания и от компании у нас съезжи, и платное обучение в компании. Пожалуйста, пройдите это обучение. Да, без сопровождения наставника, конечно же, это сложнее, но нет ничего невозможного. Большинство наших топовых лидеров в компании развивались самостоятельно и стали самостоятельно лидерами. И вот здесь ключевой момент, что вам, вот зеленому новичку, необходимо прежде всего стать лидером, прокачать в себе эти лидерские качества. И это самое сложное. И на это уйдет огромное количество времени, больше даже, чем на отработку каких-то практических навыков. В общем, здесь будет такая большая работа над собой, как над становлением лидера. Поэтому вот разные точки старта. Вот почему у одних быстро получаются, одни быстро зарабатывают в этом бизнесе, а у других нифига ничего не получается. И здесь мне вот просто хочется обратиться к тем из вас, кто смотрит в сторону сетевого бизнеса, определяется с командой, определяется с наставником. Или, может быть, вы даже об этом не задумываетесь, то не регистрируйтесь ко всем подряд. Вот нужно сначала определиться с наставником, определиться с командой, и уж потом регистрироваться. Потому что если вы зарегистрировались, и наставник вас не устроил, ну что тогда, на кого пенять? Сами виноваты, называется, да? Вот, поэтому здесь очень серьезно относитесь и к выбору самой компании, и к выбору наставника, и вообще посмотрите, а есть ли вообще у этого наставника какие-то знания, что он вам может дать, и что он в конечном итоге, чему он вас может научить. Итак, теперь я плавно передвигаюсь к теме видеомаркетинга. Дело в том, что сама я пришла к теме видеомаркетинга не сразу, а изначально я развивалась в очень интересной сети, нельзя грамм, через личный бренд. Мне была очень интересная тема, когда ко мне сами люди будут приходить, будут писать в личку. Действительно, в нельзя грамм у меня очень хорошо получалось, но в свое время я убила этот аккаунт неправильными действиями в плане продвижения, и как-то я там немножечко даже подстухла, но заявок уж такого большого количества в своем аккаунте нельзя грамм я, к сожалению, не получала. Да, приходили какие-то там единичные заявки, в основном клиентские, там кому-то тушь нужна, кому-то парфюм нужен, кому-то еще что-то, кто-то писал «хочу к вам в команду», но это было не так часто, и как-то вот такого желания развиваться у меня особо не было, хотя я продолжала честно ввести свой аккаунт в Инстаграм, ну, потому что мне это было интересно, и все-таки какая-никакая, небольшая-то отдача была. Так вот, когда я подумала о видеомаркетинге, это случилось не, скажем так, сразу, и произошло не случайно, потому что тогда мы разрабатывали в команде методы магнитного рекрутинга, и как это можно реализовать через видеомаркетинг, и посмотрели в сторону YouTube, и при этом мы решили провести марафон, кинули клич среди своих партнеров, кому тема интересна, айда к нам, вместе будем проводить такой марафон. И девочки к нам присоединились, причем, ну, хорошее такое количество участников, тема была интересна нашим партнерам, и мы двинулись, двинулись в этом направлении. Знаний каких-то относительно того, как снимать видео, где что там по техническим моментам на канале YouTube, у меня, ну, было, ну, практически ноли. Если с техническими моментами я еще там отдельные кнопочки знала, и то не глубоко в этом деле разбиралась, а относительно вообще ведения вот стратегии, у меня вообще никакого понимания в этом смысле не было. Развивалась я в своем Нельзя Грамме и развивалась. Но мои знания, вот, относительно развития этой социальной сети Нельзя Грамм, они как раз пригодились и в том числе на нашем марафоне. Так я стала одним из организаторов этого марафона, потому что я обучала партнеров, как вести вот эту социальную сеть Нельзя Грамм, и как видеомаркетинг адаптировать вот именно в той социальной сети. А сама я в то же время получала знания относительно ведения YouTube-канала, как его оформить, на какие кнопочки, где что правильно нажимать, как снимать видео, как их монтировать, как заливать эти видео, как их оптимизировать, как продвигать свой канал YouTube и так далее. Вот эту всю информацию, конечно же, я получила на нашем марафоне. Но изначально, когда я подписалась под этот марафон, это, конечно, просто как соорганизатор, чтобы помочь партнерам развивать Нельзя Грамм. А с другой стороны, мне эта тема была интересна, потому что я понимала, что наверняка и сейчас вот уже вот в этом марафоне у меня есть партнеры, которые хотят развиваться через видеомаркетинг. Наверняка придут еще партнеры, и так потом случилось, которые захотят развиваться через этот метод. А как я их буду обучать вести YouTube-канал, если у меня у самой этих знаний нет? То есть я все равно должна хотя бы элементарно, чтобы давать качественную обратную связь, должна понимать, как что устроено, и как все это дело происходит. И поэтому я подключилась к этому марафону, и как-то так сама втянулась. Мне так это стало интересно, и я поняла, что это один из методов, которым я хочу развиваться в дальнейшем. Представляете, вот так тоже может произойти. И я стала вместе с партнерами проходить наш марафон, и уже когда мы его провели, вот первый поток, когда мы его завершили, у девочек уже такие классные каналы стали получаться, они уже первых своих подписчиков привлекли, первую свою аудиторию на канал. И у меня дело пошло до этого момента. Вообще мой канал был образован в 2014 году, но я его тогда образовала не для того, чтобы использовать как рекрутинговый инструмент, а для того, чтобы использовать как библиотеку для тех видео, для тех вебинаров, которые я проводила для своей команды, чтобы мои партнеры могли зайти на мой канал и взять оттуда необходимую информацию. Вот только с этой целью. Никаких других целей я не преследовала. А вот когда в конце 2018, прямо вот в конце декабря 2018 года, в начале 2019 я сфокусировалась на развитии своего канала YouTube, вот включилась в наш вот этот марафон командный по видеомаркетингу, вот тогда у меня канал начал развиваться, и вот тогда дело сдвинулось с места. По сути, пять лет у меня канал просто в застойном состоянии находился, простаивала, и там у меня на нем было порядка 200 плюс-минус подписчиков, всего лишь навсего. И я вот с этим арсеналом стартовала. Но надо понимать, что я стартовала в видеомаркетинге вообще не с нулевого уровня. У меня уже за плечами был определенный багаж знаний, умений, багаж опыта в сетевом бизнесе, потому что я уже зарабатывала в сотрудничестве и с другими сетевыми компаниями. Вот компания «Фаберлик» – это третья компания с 2007 года, когда я только-только столкнулась с сетевым. Первую я осознанно сменила, а вторую сменила. Без меня меня женили, что называется. Попала в компанию «Фаберлик» в результате объединения двух компаний – «Флоранж» и «Фаберлик». И поэтому у меня уже был опыт построения команд, у меня уже был доход, я понимала, как работает этот бизнес, что здесь нужно делать, как здесь нужно работать, как работать с людьми. У меня этот опыт был. И, естественно, этот опыт я стала транслировать через видео для в том числе своих подписчиков, которые интересуются темой бизнеса. И вот так дело пошло. То есть, в принципе, я стартовала с нулевым багажом знаний в плане технических моментов и работы видео на канале YouTube, и с точки зрения использования этого инструмента для бизнеса, но не с нулевым стартом в плане опыта в сетевом бизнесе. Конечно, с одной стороны, это было легче, у меня дело быстрее пошло на канале, нежели у девчонок, которые пришли с нулевым уровнем знаний. Но всё равно оно всё как-то шло не так быстро, как мне хотелось. И первые тысячи подписчиков, ну, где-то, ну, месяца, наверное, за 3-4 у меня образовалось, месяца за 3, по-моему. Но это было показателем того, что мои видео интересны для моей целевой аудитории, и что я правильно, грамотно всё настраиваю на канале и снимаю тот нужный контент. И, соответственно, YouTube начал продвигать мои видео. И так вот подписчики по сей день, каждый день они ко мне приходят, и скоро уже мы будем 10-тысячным каналом. Вот прямо думаю, что к Новому году это произойдёт. Очень хотелось бы сделать себе такой подарок на Новый год, чтобы у меня дополнительная опция подключилась. Когда на канале будет 10 тысяч подписчиков, я тогда смогу публиковать на нём сторисы. Очень хочется мне реализовать эту функцию. В общем, есть цель. Я думаю, что я её достигну, всё будет в этом плане хорошо. Вот такая моя история. Было ли мне легко, или было ли мне сложно? Вы знаете, вот нет лёгких путей. Даже вот с тем багажом знаний, который у меня уже имелся в плане сетевого бизнеса, а видеомаркетинг-то для меня это в новинку было, мне всё равно пришлось стартовать в этом плане, в этом смысле как новичку. И, конечно же, мне было не очень легко, потому что я на видео, ну, себя вот так вот, постановочное видео, никогда не снимала. И я поначалу даже не знала, куда мне сюда смотреть, сюда, сюда, куда мне вообще смотреть, чтобы найти, наконец-таки, на своём телефоне эту камеру, и чтобы я могла смотреть не на себя, а смотреть именно на свою аудиторию. То есть даже это было таким вот сложным моментом, но потом я всё равно сориентировалась, конечно, и сталкивалась с определёнными сложностями в плане продвижения своих видео. Но здесь очень большой плюс у канала YouTube, что он сам продвигает качественный контент. Вот вы знаете, мне записать видео вот в плане контента, у меня вообще никогда никаких сложностей, ни в каких социальных сетях не было, и в том числе вот с видеомаркетингом, в плане контента вообще никаких проблем. У меня всегда была проблема с тем, чтобы продвигать свой контент, потому что это нужно вот что-то ручками, где-то нужно по каким-то аккаунтам лазить, нужно где-то комментировать, нужно оставлять лайки, чтобы на тебя обратили внимание. Это всегда, вот этот метод применяется в начале развития социальных сетей, в том числе и каналы YouTube, потому что, ну, каким-то образом нужно же обратить на себя внимание. Я, конечно, это делала, но я всякий раз переступала на себя. И это, кстати говоря, вот точка для моего роста, одна из точек для моего роста и развития. Так вот, я это делала, но мне это жутко не нравилось всегда. Но YouTube, вот за что я его обожаю, и почему он мне понравился, я решила использовать его в качестве метода рекрутинга, потому что он сам продвигает наши видео при условии, что вы делаете качественный контент, и вы правильно оптимизируете свои ролики, свои видео, и у вас правильно оформлен сам канал, в том числе и в плане оптимизации. То есть здесь есть много нюансов, которые нужно знать, отработать и применять обязательно. Ну, естественно, наш марафон по видеомаркетингу дал мне эти знания, я их применила и сейчас применяю до сих пор. И, конечно же, видео мои сам YouTube предвигает. Вот благодарю тебя, YouTube. Это единственная социальная сеть, которая продвигает наш контент, которая сама занимается продвижением. Почему социальная сеть? Наверное, я могу уже так назвать, что YouTube – это социальная сеть. Здесь можно и общаться, и в комментариях. Есть вкладка сообщества, там тоже можно общаться со своими подписчиками. Так что это, в принципе, тоже становится социальной сетью. Так вот, YouTube сам продвигает наши видео, и это очень круто. Просто публикую качественный контент, что хорошо, в общем-то, у меня и без этого получалось. И всё, будет тебе счастье. Так оно и произошло. За первый год у меня на канале было где-то 3000 подписчиков. И с какими сложностями здесь я столкнулась? Это же не сразу произошло. И не сразу мне пошли отклики и комментарии под моими видео. Но я при этом продолжала работать. Я никогда не останавливалась в плане публикации контента. Я понимала, что наступит вот этот критический момент, когда на канале пойдут отклики. И действительно, спустя какое-то время пошли первые отклики, первые комментарии. Я так вздохнула, думаю, «Господи, слава Богу!» Ну, хоть все начали что-то писать, да? Но все с этим сталкиваются. Это нормальное явление. Потом, по мере увеличения числа аудитории, уже пошли и какие-то отклики в личку. Но первая заявка на бизнес в личку мне пришла, когда на канале, наверное, было уже более 1000 подписчиков, где-то 1000-1500. Тогда прилетела первая заявка. А пока не было этой полутора тысяч подписчиков, представляете, сколько труда я вкладывала в то, чтобы вот этот канал раскачать. И первые заявки, они были очень такие зеленые, скажем, приходили зеленые новички, которых нужно было всему-всему прям с нуля обучать. Но по мере того, как развивался мой канал, и по мере того, как я сама проводила улучшения и работу над собой в том числе проводила, и в лидерских каких-то моментах, ко мне уже стала притягиваться более сильная аудитория. Так будет у любого, кто будет развиваться через этот метод, что постепенно вот эта критическая масса должна накопиться, прежде чем пойдут отклики, прежде чем в команду придут сильные лидеры. Потому что сильный никогда не пойдет на слабого человека. Сильный пойдет на сильного. И это тоже нужно понимать. А чтобы вот эта сила была, вот помните, я вам говорила, что нужно прежде всего стать лидером в этом бизнесе, стать человеком, который может за собой повести других. Значит, это и знания должны быть определенные, это и коммуникация, это и опыт должен быть, и навыки, и человек должен всем этим делиться. И вот тогда у него будет формироваться вот эта лидерская жилка. Вот, так что не все сразу. И были периоды, когда я плакала. И был период, когда у меня хейтеры налетели на канал. На канале было 7 тысяч подписчиков. В этот момент объединилась компания Фуберлик с компанией БиОСи. Я опубликовала видеообзор, в котором рассказывала о продукции БиОСи, что мне понравилось, что мне не понравилось. И вот не знаю, что такое произошло, но налетели хейтеры, вот, консультанты из компании БиОСи, они просто меня там в комментарии заклевали. Чуть ли, даже вот такие были комментарии, чтобы ты сдохла, и чтобы все там, и ты сама умерла от ковида, и все у тебя в семье от ковида. Ну, в общем, какой-то неадекват был, и это прям командами объединялись. Это такое было хейтерство. Но они растащили вот это свое хейтерство в комментариях у других блогеров, и таким образом они сделали только лучше для моего канала. У меня буквально за, наверное, пару или за три месяца, за пару месяцев у меня тысяча подписчиков плюс на канале. Вот с момента вот этих хейтерских атак. Но для меня это психологически было очень сложно. Я даже плакала. Я не понимала, думаю, господи, ну что я делаю не так? Ну вот почему? Я же вроде бы обычный обзор опубликовала. Я не говорила ни слова плохого про компанию BSC. Наоборот, большинство товаров, о которых я оставляла отзывы, я говорила о том, что они мне понравились, это действительно так было. Да, были товары, которые мне не подошли, но это же нормально. Но вот не знаю, что такое произошло. Один, видно, лидер какой-то натолкнулся. Ну, лидер в кавычках. Не могу назвать человека лидером, но кто был лидером среди своих в команде, и с ним, наверное, в команде были такие же. И вот они с такими хейтерскими нападками. Ну, в общем, пережила я тоже много интересных моментов. И вот вопрос хейтерства – это прямо отдельная тема. То есть нужно пережить будет эти моменты, особенно в самом начале, когда вы с этим еще ни разу не сталкивались. И тут вдруг хейтеры начнут над вами немножечко так с издевкой, то, знаете, нужно еще будет и устоять, и грамотно, правильно ответить. А сейчас я уже изловчилась, отвечаю так, что иногда вроде бы человек с хейтерским таким подтекстом, а потом с ним начинаешь общаться, оказывается, он потом еще тебя и благодарит за ту информацию, которую ты ему предоставил. То есть изначально он просто не знал какой-то информации, у него было свое представление, и он во мне увидел в свете своих представлений что-то такое нехорошее, и мне вот тоже нехорошее написал. А потом оказывается, что совсем по-другому. То есть с этой аудиторией тоже нужно будет общаться, и у кого-то я баню сразу. То есть уже начинаешь считывать людей, на что они способны, и, в общем, так реагируешь. То есть много вот таких нюансов, много отрицательных моментов будет, и с ними придется также столкнуться, их проработать, и в том числе в этом плане также становится вот этот вот, формируется лидерский стержень. В общем, много чего было, конечно же. Но сейчас зато я благодарна, что в свое время я стала развиваться на Ютьюбе, и он на постоянной основе мне приводит людей в команду, уже осознанных людей. Люди, которые не просто услышали от меня вот эту информацию, что можно зарабатывать, а люди, которые уже имеют опыт в сетевом, и вот приходят уже за плечами, у них уже есть команда, понимаете. То есть все здесь приходит со временем. Вот, наверное, самый большой минус вот этого метода заключается в том, что нужно раскачать свою аудиторию, наработать ее, раскачать свой канал, и на это потребуется время. А когда делаешь с нуля, конечно же, еще и силы, энергия, вот это вот какая-то должна быть защита, иммунитет к отдельным проявлениям, к хейтерству и прочее. Ну, все возможно. И вот самое-то интересное, что я могу этому научить своих партнеров. И вот сейчас я сопровождаю девочек, которые хотят развиваться этим методом. Ну, круто, что я могу сказать. Очень здорово. Так что это очень классный такой вариант развития бизнеса через видеомаркетинг. И, кстати говоря, ведь это можно адаптировать свои знания не только на канале YouTube, а вообще в любой социальной сети, потому что у любой социальной сети в приоритете видеоконтент. И научиться снимать классные, качественные видео, информационные видео, полезные и интересные видео, это тоже определенного рода искусство. И мы этому обучаем. Всему можно научиться. Так что welcome в нашу команду, если смотрите в этом направлении. А что я сейчас вижу среди большинства каналов, которые в теме Faberlic, здесь, понимаете, очень важно изначально определиться со своей стратегией, со стратегией ведения канала. Мало там оформления канала, технические моменты, съемки, оптимизация, это все понятно. А вот самый важный момент – это стратегия. И я вижу, что большинство блогеров, которые сотрудничают с Faberlic, они не имеют такой стратегии. То есть завели канал, ну просто вот буду проводить распаковки, буду рассказывать о продукции, там показывать, может быть, какие-то варианты результатов до или после, пустые баночки, может быть, макияжи еще некоторые показывают или примерки. В общем, буду вот таким образом развиваться, и все, у меня сейчас бизнес попрет. Не попрет. Потому что стратегия не та выбрана. Потому что если вы хотите, чтобы к вам приходили в команду не просто льготные покупатели, не просто люди, которые совершают разовые покупки и раз в год, а если вы хотите в команду действительно лидеров, действительно партнеров, то, соответственно, нужно и другого рода публиковать информацию. То есть стратегия должна быть выбрана другая, бизнесового плана. Вот у меня канал, он на стыке двух стратегий, потому что я понимаю, что и льготные покупатели, хорошо мне в команду, и есть у нас в команде инструменты, как работать с льготными покупателями, и, конечно же, у меня фокус на лидеров, потому что я понимаю, что с партнерами мне бизнес развивать гораздо легче и проще. Знаете, вот привлекать льготных покупателей, это все равно, что бегать с каталогами. Надо много-много каталогов раздать, много-много заказов собрать, и всякий раз все снова и снова, как будто первый раз начинаешь. То есть постоянно нужно будет привлекать вот этих льготных покупателей. А с лидерами все гораздо проще. Один раз всему научил человеку, передал ему свои знания, свой опыт, и он сам уже дальше это все дуплицирует у себя в команде. И уже практически без твоей помощи он развивает свой бизнес, но его бизнес – это также и мой бизнес. Понимаете? То есть групповой-то оборот у нас образуется за счет вот таких оборотов и лидерских структур, и небольших оборотов вот этих с покупок льготных покупателей. Поэтому вот у меня выбрана такая стратегия. Конечно же, мне и льготные покупатели нужны. И более того, я очень люблю нашу продукцию, продукцию компании «Фаберлик». И, безусловно, я практически очень много покупаю чего из продукции, и сама пользуюсь, и новинки меня интересуют. И мне интересно это показывать, рассказывать. Это всегда эмоции, а я человек достаточно эмоциональный в этом плане. И это легко. Такие видео снимать легко, поэтому их много на канале. И они в том числе, если грамотно их публиковать, то их можно использовать и с точки зрения бизнеса. Вот вы, например, видите, что в каких-то видео с распаковкой я говорю о том, что за счет только личного потребления, вот у меня такой-то заказ, но за счет личного потребления легко организовать личный товарооборот в компании «Фаберлик», потому что у нас очень широкий ассортимент товаров. То есть все равно вот даже в таких, казалось бы, распаковках у меня есть такое касание относительно бизнеса. То есть, в принципе, если хотите этому научиться, то у меня уже есть опыт, я, конечно же, смогу вас этому научить. И, конечно же, у меня огромное количество видео на канале, которые касаются тематики бизнеса, прям вот бизнесового плана. Вот сегодня я записываю видео, но тоже в тематике бизнеса. И такие видео, они и информационного плана, они познавательного плана. На таких видео согревается наша аудитория. Доля информации еще, еще, еще и формируется целостной картинкой. И наша аудитория зреет, и в конечном итоге потом они пишут нам в личку, что мы хотим к вам в команду. Вот я долго себя смотрела, а вот сейчас созрела и хочу в команду. И действительно, у меня такие заявки очень часто прилетают. Девочки пишут, что «Я вас смотрела несколько лет на Ютубе, и вот теперь я решила сама зарегистрироваться. Либо сама хочу пользоваться продукцией, либо хочу зарабатывать». Почему такие заявки приходят? Очень интересно, как это все работает. Так вот, обязательно, если смотреть в сторону бизнеса, использовать Ютуб-канал в качестве рекрутингового инструмента, то, конечно же, нужно обязательно давать соответствующую информацию относительно бизнеса, бизнесового плана, а не просто там какие-то распаковки, и я сделала макияж. Вот, стратегия должна быть, определенная стратегия введения своего ресурса. Так, ну и еще. Я могу на этой теме действительно девчонки очень много говорить. Если вам эта тема заходит, интересно, а я уже общаюсь хорошее количество времени, больше 30 минут, поэтому, если интересная тема, пишите мне в комментариях. Хотите, я еще с большими подробностями могу рассказать относительно вот этой стратегии, как что вести, где что нужно делать. Вот, ну не до мельчайших, конечно, подробностей, но и тем не менее, основные моменты, ну и по монтажу видео могу выложить, как правильно, грамотно делать монтаж видео, как, например, снимать видео, относительно самого видео, как оформлять YouTube-канал. В общем, пишите обратную связь. Будет запрос, будет и видео. Теперь я еще хочу коснуться немножечко темы монетизации видео, потому что она сейчас очень актуальна для тех из вас, кто ведет свои каналы, продолжает их вести, но изначально вы в какой-то другой тематике и каналы у вас были заведены с целью монетизации. Может быть, вы уже получали эту монету, и на канале более тысячи подписчиков. Но сейчас монетизации нет у нас в России, видео, и, соответственно, блогеры, кто развивался в этом направлении, потеряли свои деньги и получают копейки, когда просматривают их видео зрители из других стран. Конечно же, если они не адаптировали свой канал под англоязычное население или под население других стран, под целевую аудиторию из других стран. Большинство этого не сделали и не знают, как это сделать. В общем, смотрите. Есть очень интересная тема монетизации в сотрудничестве с компанией Фоберлик. Если у вас есть уже каналы, если у вас на данный момент нет желания продолжать их вести, но при этом, знаете, как чемодан без ручки получается, вы очень много энергии и сил уже вложили в этот канал, но публиковать видео на канале вроде как уже нет смысла, они не приносят доход, разве что просто поддержать свою аудиторию. Так вот, если у вас такие каналы, если опустились немножко руки, то есть возможность монетизировать по-другому ваши каналы, использовать ваши каналы как рекрутинговый инструмент. И как это сделать, я могу вас научить. И есть возможность зарабатывать со своих каналов более 100 тысяч рублей уже вот на этой монетизации от сотрудничества с компанией Фоберлик. В общем, если эта тема вам интересна, вы, конечно же, напишите мне в личку WhatsApp или Telegram, ссылочки на мои мессенджеры есть под данным видео, или даже могу озвучить в WhatsApp и Telegram на номер плюс семь девятьсот шестьдесят восемь два ноля шестьдесят шесть двести сорок один. Я обязательно с вами свяжусь, и мы проговорим стратегию, как вы можете это сделать. Вы знаете, вот у нас в компании на днях, ну, недавно совсем, родился новый национальный директор, который является блогером, ютубером. Девочка, которая публиковала на своём канале видео о своей жизни. Причём она девочка из деревни, из аула, которой было очень сложно в плане финансов, которая решила монетизировать свой канал и начала публиковать видео о своей жизни. Просто рассказывала о своей жизни, как она живёт, как она ухаживает за животными, как она готовит, как занимается с детьми и так далее. И эти видео были интересны её целевой аудитории. У неё на канале было в итоге более там, ну, не знаю, несколько сотен тысяч подписчиков, да, сотни тысяч подписчиков. И потом, когда её увидел на ютубе наставник, увидел её канал, она сделала ей предложение, а ты можешь ещё и монетизировать свой канал при сотрудничестве с компанией Фоберлик. И она посмотрела в эту сторону, и у неё быстрый старт, быстрый рост. Буквально за несколько месяцев она скакнула по маркетинг-плану компании Фоберлик, и сейчас она уже национальный директор, зарабатывает миллионы рублей в этом бизнесе. Представляете? Вот так девочка из Аула, простой блогер с обычной тематикой. Так вот, мы в нашей команде знаем, как адаптировать ютуб-канал с любой тематикой под бизнес. Поэтому, конечно же, если есть такое желание, обязательно мне напишите. Ну что ж, а я буду завершать это видео. Если оно вам было интересно, полезно, ставьте лайк. Если не подписаны на мой канал, подпишитесь. Говорю вам всем пока. До новых встреч. С вами на связи была Татьяна Кузьмина. Увидимся в новых моих видео. С вами был Игорь Негода.